Привет, друзья! Ну, я вам говорил, что мне очень понравилось посмотреть конференцию Далай-Ламы, его отношения к миролюбию, к науке, и что наши российские учёные с ним в диалоге. Это очень здорово. Теперь там мне в коммент написали вопрос, а не на самом деле как относятся наши российские учёные, и сам Далай-Ламы, может быть, как относятся к переселению душ. Но, послушайте, вообще, по моему мнению, я бы даже сказал убеждению, никто никогда оттуда не возвращался. И поэтому, когда бы эти специалисты, которые говорят с Далай-Ламы, понимали бы механизмы гипноза, например, поскольку я этим много лет занимался изучением, как работает мозг в гипнозе, в обычном состоянии, в состоянии медитации, в состоянии творчества. Поэтому я понимаю, когда Далай-Лама там, когда рассказывал о том, что какие-то дети могли вдруг сказать, а я вообще-то должен жить не в этом месте, а должен жить в другом месте. И родители, увлечённые его рассказами, едут куда-то, находят какой-то монастырь, и там вдруг он открывает ящик стола, где ребёнок указал, вот здесь мои очки должны быть, открывает ящик стола, и там очки лежат. Ну, вы понимаете, в чём дело, но, по всей видимости, наши специалисты, как и Далай-Лама, моё уважение, моё уважение, но, по всей видимости, они не знают столько направлений работы мозга, и не изучали они, как в гипнозе это происходит, как в гипнозе человек может генерировать такие свои представления. Ну, сейчас есть регрессивный гипноз, где девочка лежит, и там с маской на глазах погружается в транс, и рассказывает, какая она была в той жизни, ну, пойди проверь. А когда проверяют, вот здесь очки мои лежат, ну, так может быть и совпадение, ну, кто знает, ну, это же такая-такая вещь. Что я хочу сказать? Сам Далай-Лама сказал, почему он с наукой общается, почему он с учёными общается, потому что сам Будда сказал, что не должно быть авторитетов. Не должно быть авторитетов. И поэтому там даже школы буддизма, которые Далай-Лама упоминают, как уважаемые школы, где все говорят о том, что надо всё-таки здравым смыслом, да ты посмотри внимательнее, не должно быть авторитетов. Я могу уважать, но то, что говорил когда-то кто-то, даже Далай-Лама, потому что сам Будда это сказал, если между вами и истиной стану я, убей меня. Он же говорил о логике, о здравом смысле. Поэтому я в данном случае с Далай-Ламой не согласен, потому что и ничего страшного в этом нет. Мы же в диалоге, мы сейчас размышляем. Медитация в переводе – это размышление. Да, и вот я вам хочу сказать интересную вещь. На самом деле о переселении душ, когда говорят вообще карма, карма – это ответственность за свои поступки, за свои действия. Это относится у нас сейчас к науке человечности. Карма – это йога-действие. Да-да-да, надо же вникать в смысл сути вопроса. Поэтому я нисколько не обижаю ни Далай-Ламу, который сам говорит «не покоряйся авторитетам», а думай сам логически. Нисколько не обижаюсь ни на кого, которые имеют свои представления в голове. Ради Бога. Давайте вместе думать со здравым смыслом и изучать, что такое гипноз, и что он может давать, потому что в гипнозе, если я внушу человеку, или он сам вошел в транс, или там он проводит регрессию какую-то у кого-то, и говорит о том, что он себе представил тутанхамоном. Так он и будет себе представлять тутанхамоном. И вообще может даже рассказать, что он в какой пирамиде лежит, и вы пойдете в эту пирамиду, посмотрите, раскопаете вот это, что там лежат. Да, и он даже может сказать, и там рядом стоит какой-то человек, или лежат чьи-то очки. Ну, может так оно и случится, но это же не доказательство того, что переселение душ происходит. А сколько совпадений. Как говорил мой друг Борис Чернышев, гости земли, вся таблица Менделеев. Гости земли, вся таблица Менделеев. Мир наш, жизнь наша так разнообразен, что когда вы вчера подумали, что что-то Коля давно не звонит, и вдруг через час он вам позвонил, а вы подумали, что вы телепат? Подумайте. А потому что он, допустим, четыре раза не звонил, когда вы так подумали, а вы это не учли. А когда совпало, сразу у вас взрыв мозга. Совпадение всегда вызывает такие ощущения. Ну, вот же оно! Я же знал! Сигнал послал! Телепатия, телепатия, глупости все это. Была бы телепатия в жизни, жизнь бы такой не была. Собрались бы все маги, йоги, экстрасенсы, эзотерики и пожелали бы, чтобы сократились войны на планете. Не происходит же. Черепная коробка – очень защищенная вещь, выработанная целой эволюцией. Я вам еще хочу сказать. Сейчас этого Дарвина, великого, ругают и ругают. Ну, потому что модно, кто-то запустил эту утку, и все теперь его ругают. Так гениальный Дарвин! Он же не говорил о том, что из обезьяны вот этой, которую вы видите в зоопарке, люди произошли. Он же не это говорил совсем. Ну, ладно. До встречи. До свидания, друзья. До встречи.